Я необычный путешественник, даже странный. Пока все вокруг разглядывают архитектуру и пробуют местную еду, я пытаюсь расслышать то место, где оказался. Ведь звуки всюду! Каждый город гремит, шумит и трезвонит по-разному. Отправляемся в акустическое приключение. Теперь вы не только увидите, но и услышите всё вокруг. В каждом акустическом странстве у меня три задачи. Записать самые интересные звуки, собрать их в одну мелодию и главное, выучить самую известную местную песню и с помощью неё заработать на что-нибудь вкусненькое. Эксперимент и ничего больше. Я в Таджикистане, друзья мои. Сейчас расскажу вам, чем здесь занимаюсь и заодно познакомлю вас с самыми сладкими жителями этой солнечной республики. Значит, первое, что мы здесь делаем, что я здесь делаю? Ищу звуки. Абсолютно все. Всё, что гремит, трещит, шуршит. Всё моё. Это, кстати, смотрите-ка. Таджикский лимончик. И не апельсин, и не лимон. Таджикский лимон. Он сладкий или кислый? Кислый? Странно, как ты его попробовал. Кислый, правда. Вторая моя задача, это все найденные звуки собрать музыкальный трек. Представляете, вот всё, что нашёл, всё, что записал, собираю в одну музыкальную дорожку. А это у нас, как бы невзначай, здесь появляется гранат таджикский. Вот этот сладкий. Расплачешься потом. И третья задача, очень важная. Это выучить местную известную песню и попробовать заработать на ужин. В общем, меня зовут Руслан Фаршатов. Я приглашаю вас. Ну, акустическое приключение под названием «Звуки всюду». Ммм, какая вкусная на стичке. Можно ещё разметать? Спасибо. Из-за него нет, из-за меня. Сегодня второй день путешествия по звучащему Таджикистану. И вот что уже сделано. У меня в кармане самые лучшие гастрономические звуки, которые удалось найти. У меня за плечами опыт студийной репетиции с местными звёздами рок-н-ролла. У меня в ушах стоят отзуки дворцов. Я слышал сам, как звучит флорентийская мозаика по-таджикски. А ещё мне пели невиданные птицы. В моих родных краях таких нет. Сегодня начнётся настоящая акустическая жара. Ведь это же Таджикистан. И я снова всюду держу ухо востро. Нашёл, друзья, услышал. Послушайте вы. Этот звук раздаётся на протяжении всего рабочего дня здесь на рынке. Так режут морковь. И не просто так, а для настоящего таджикского плова. Ну это же замечательно. Живо для нашей ритм-секции. Для нашего музыкального трека. Пишем. Вы знаете, что написано? Субтитры создавал DimaTorzok Душан Бэй не стал задерживаться, потому что как раз сейчас есть шанс поймать национальные звуки выходного дня. Уже где-то 6 тысяч лет часть уикенда таджики проводят в борьбе. В смысле, в национальной борьбе в Устенгири. Хотел сказать, что это такое народное развлечение, но язык не поворачивается. Потому что к чемпионам относятся как к рок-звёздам. Их уважают, узнают на улице. И если получилось зазвать на праздник, считай, крупно повезло. И тут мне резко захотелось в туалет, ребята, потому что я имел неосторожность напроситься на бой. Хабиллака. Разрешает. Точно? Пожалуйста. Я буду прям так или надо будет переодеться? Не надо переодеться. Хорошо. А я с кем буду? Как зовут? Сколько весишь-то? 70 с чем? 70, да. Подожди меня, я 64. Нет, нет, это показатель не в чем. Подождите, показатель не в коем случае. Нет, нет, нет. Как? Подождите. Нет, не пойдет. Нужно по-настоящему. По-настоящему. Ну, дать парню. Ребята, 64 килограмма кто-нибудь есть? Ну, мне надо попробовать с кем-нибудь побороться. Посмотрите, я дрыщ, со мной грех не справиться, ребята. Показательный бой. Сейчас. Ломаться так по-настоящему. Хайбула Ака правила знает, и он мне так сказал. Кто первый упал на спину, тот и проиграл. Здесь главное сделать бросок, а не просто сбить с ног противника. Техника для записи звука уже заряжена. Противники борются. Вы слушайте. Запись идет. Вот это панч! Зрелищно, красиво, звучно, а иногда даже больно, я вам скажу. Но в этом проекте нельзя не петь, даже если ты проиграл свой первый бой в Гуштингире. Так, братцы, давайте поближе споем таджикскую песню. Готовы? Да. Поют все? Айя рамбью, деймалий тодора, сезаварамбью. Айя рамбью, деймалий тодора, сезаварамбью. Айя рамбью, деймалий тодора, сезаварамбью. Бросают на землю тушу козла, несколько участников, нужно схватить этого козла и забросить вон в те ворота. Сразу после этого заиграют корная и сурная, все услышите. Давайте в самый эпицентр, туда, ребята, не будем медлить. Эх, 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 вот сюда, стоп, 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 вниз, вниз. Первое, что напоминает козлодрани или по-другому бускаши, это поло. Такая европейская спортивная игра на лошадях с мячом, только вместо мяча здесь туша козла. Почему нужен именно козел? Сейчас будет вербальный шок-контент, потому что его трудно разорвать при перетягивании. Шкура прочная. Может, зре я лезу в эту лошадиную тучу? По-моему, даже ослик меня отговаривает. Туда, туда, куда ты идешь, сейчас нас лягнут. Давай, 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 вот. Сейчас, ребят, иду, иду. Начинайте пока без меня. Без меня пока начинайте, иду. Что ты будешь делать? Короче, тут еще нужно научиться управлять, конечно. Ослом. Значит, вот такая у меня палка есть. Налево-направо. Их, это вперед. Ищ, это стоп. Надо разобраться. А может, я перепутал, конечно. Давай, попробуем. Ищ! Их! Игра в козлодрании была когда-то придумана, чтобы молодые джигиты осваивали экстремальное управление конем, пробовали боевые приемы в деле и вообще учились жизни. Раньше правила позволяли бить противников, делать захваты, агрессивно отбирать туши друг у друга, и только в цивилизованные времена все стало как-то мягче, добрее. Говорят, даже вместо туши иногда муляж используют. Но, по-моему, не в этот раз. Тащит, тащит, тащит! Езда на Ослике, это, конечно, забавно, но я чуть не доигрался в этой, с позволения сказать, игре. Серьезно. Вот эти кадры могли стоить мне и оператору как минимум пары переломов. Если бы повезло, нас чуть не затащило в эту воронку из лошадей, людей. Да как они вообще там козла своего видят? В любой момент можно отхватить удар копытом или 500-килограммовый толчок лошадиным боком. Я, конечно, держу лицо. Все-таки игру народную показываю. Но больше я на козлодрании не на гуль. Здоровье дороже. Почти получилось. Куда все делись? Когда слышишь этот раскатистый гром копыт, видишь целое скопище лошадей по полтонны. Энтузиазм пропадает, хочу сказать. Но акустический интерес никогда не пропадает. Слушаем звук. А что получает победитель? Ну, не козла же драного он домой несет. Рядом с игровым полем, если не сказать полем боя, на специальном авто привезли награды. Смотрите. Ковры, паласы и барашки. Будь я таджик, уж я бы точно поборолся. Все же получается. Эту лошадь выбрал. Ну ладно. Звук есть. А это самое главное. Все эти баталии происходят неподалеку от города Гессар. Кстати, статус города ему присвоили только в 2016. На что здесь смотреть? На крепость, конечно. Лет сто назад Гессар входил в Бухарский Эмират. Поэтому здесь была резиденция Бека. Ну, в смысле, правителя. От дворца, правда, ничего не осталось. Зато крепость, она и есть крепость. Как стояла, так и стоит. Раз уж мне по пути решил посмотреть, что там творится. И почти сразу наткнулся на драм-секцию своего трека. На барабанщика, да. Во-первых, я хочу показать вот эту тарелку. Вот такую тарелку я никогда в жизни не видел. Мой энтузиазм, ведь мы принялись за легкое дикарство. И подумали, что я вообще барабанов никогда не видел. А ну и понятно. Ходит парень по Гессару. К барабанщикам пристают, глупо вопросы сдают какие-то. Ребята, кто-нибудь скажите мне, я не разбираюсь. Таджикский? Да, да, да. Отлично. Как называется еще раз? Нахура. Нахура. Вот, пожалуй, это мы точно возьмем в наш музыкальный трек. Дальше больше не успел войти в ворота крепости, как меня чуть не снесло обратной силой звука. Без колонок и усилителей, друзья, только аутентичный саунд. Все, значит, с хлебом и с солью, а вы с хлебом и с медом? Да. Гессар встречает, друзья. Ребята, этот звук, он просто сдувает. Слушай, а мне нравится. То есть, когда получается, будем вот так вот делать. Не, друзья. Вот так. Учимся играть на карнае, в традиционном таджикском музыкальном инструменте, приборе, как говорят. Так. Что делаем с губами? Так. Почему вы смеетесь? У меня как-то грустновато получается. Тонко я взял, возьму-ка потолще. Сейчас. У вас как-то позитивно, а у меня как-то минорно слишком. Не, 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 все хорошо. А, смотрите. Таджикское национальное телевидение здесь снимает сегодня музыкальные фильмы. Это значит, что есть уникальная возможность, смотрите, с девчонками в национальных костюмах пообщаться, попеть песню, понимаете? Повезло. Слушайте, когда столько красивых девчонок танцуют, всегда хочется стать режиссером хотя бы на минут пять, тогда эти злым таким, требовательным таким, отчитывать их. Эй, как вы танцуете? А ну-ка вы строили, если вот так вот. Сейчас попробуем. Девчонки, я просто со стороны смотрел, со стороны смотрел. Вы, главное, всегда улыбайтесь. Улыбочку всегда держите, потому что иногда почему-то грустнеете. Улыбочку, линию рук всегда, линию рук всегда. И вообще всегда линию держите. Хорошо, линию держите. Вы меня слышите? Меня слышите? Да, да. Ровненько, красивенько. Так вот, устраиваетесь, разворачиваетесь. Ну, все как на репетиции, в общем, было. И потом обязательно в конце, когда точка, улыбаемся. 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 Вчера, как то есть, мы же клип снимаем сейчас с вами. Все. Я потом, когда, после. Сейчас будет последний дубль. После него я к вам подойду и разбор полетов еще раз. Хорошо. Давайте, удачи. Девчонки, девчонки. В конце, значит. Сейчас, идемте сюда. Сейчас, сейчас буквально. Так, зачем я микрофон-то говорю, если я хотел шепотом сказать, да? В конце, короче, такие подходите и... Так и думал, что не получится. Не, не получается быть требовательным режиссером. Никто не слушается, все игнорируют, все такие смотрят. Что, кто-то такой вообще? Нет, все-таки что-то режиссерское во мне есть. Попробуйте-ка сами собрать на выходе из крепости столько красавиц и... с песнями. Сен! Сен! Вообще, таджикский язык один из самых древнейших на нашей планете. Ему более тысячи лет. В нем есть как и арабские слова, так и тюркские. Но основа – это персидский язык. Поэтому таджикистанец, он легко может понять иранца, и афганистанца. Правильно? Ребят, ну-ка сейчас я буду у кого спросить. Кто, кто из Таджикистана? Все из Таджикистана? Я же правильно понимаю, что вы и иранцев понимаете, и афганистанцев. Ну, афганский язык понимаете? По-моему, чуть-чуть, да. Да, они рядом, иранский похож, да? То есть и песни вы слушаете тоже иранские, понимаете, а что там поют? Да, конечно. Да, ну вот все, знаешь, все правильно сказал. Смотри, а вот эту песню знаете? Это уже какая? Таджикская? Вот, молодец. Дай пять. Как у вас? Что, как у вас пять? Не знаю. Давай вот так. Ух ты, снес. Вроде бы все дела в Гесаре закончил, но на сладкое оставил еще один фирменный звук. Поймать его трудно, но можно. Это, ребята, особая порода баранов. Гесарская называется. За тому красавцу всего 10 дней. О, какой голос. А вон за теми двухмесячными уже не угнаться. Уже бесполезно. Она бедная отстала, не может их догнать никак. Они ее не ждут. Вот такие типа. Хочешь быть в банде, успевай. Сейчас, ничего, не переживай. Сейчас мы их догоним и запишем звук. Ты пока... Вот это я понимаю. Давай. Еще давай, пишем, подруга. Красота. А еще можешь? Ма-а-а. Замечательно. Давай еще раз. Чтобы вот этих вот красавцев поймать. Я не знаю, как будешь двигаться ты, кружище. А я раздеваюсь. Иначе нам за ними не угнаться. И готовились? Пошли. У вас совсем нет хвоста, покажите мне. Я просто хочу с вами погулять. Просто хочу с вами погулять. Поймал. Дарья! Поймал! А-а-а, ребята. Вот. Тихо, тихо, тихо. Вот. Все. Вот он. Гляньте, друзья. Совершенно нет хвостика, как видите. Отсутствует хвост. У барана. А есть курдюк. Курдюк. Вот он на попе. Трясется. Ай, пахнет как хорошо. Ребята, отпускаю. Теперь уже точно отпускаю. Давай, подруга, не переживай. Все. А, или это друг. Ха-ха, стрессанул. Нормально. Над горами снег и холодный воздух, а под горами тихий, теплый городок Шнурек. Туда и спускаемся за самыми ламповыми и уютными звуками. Пожалуй, именно так и журчит в течение жизни. Знаете, что мне больше всего нравится в наших приключениях? Вот, ну, честно, вот без пафоса всякого. Вот остановиться в каком-нибудь дворе, ну, в данном случае таджикском, закрыть свои глаза. И послушать. Звуки вокруг. А где-то водичка журчит. Кто-то копает там что-то слева. Там дети кричат. Пацаны мяч набивают. Ну, здорово же. Не пробовали? Попробуйте. Буквально на днях будут праздновать Навруз. Весенний Новый Год. Только я на этот праздник не попадаю. Домой лететь надо. Ну, знаете, мне даже масштаб репетиции впечатляет. Так что я, пожалуй, вольюсь. Все равно, пока я на местном языке не запою, ну, в смысле, пока не определяют, что у меня сильный акцент, меня таджики за своего принимают. Потанцую, пожалуй, вон с той командой подпоясано. Уходим, уходим влево. Все танцуют, но мало кто поет. Мне кажется, я здесь, чтобы исправить эту ситуацию. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Давай, наливай. Чальник, наливай. Навруз считают здесь праздником, когда природа просыпается, начинает цвести и дает всему энергию. Кстати, насчет энергии. Я тут забрался на такую стену, что даже вслух произносить страшно. Посмотрите-ка. Это нурекская гэс. Ну, если проще, то здоровенная такая высоченная стена, которая, с одной стороны, задерживает воду и создает огромное водохранилище, а с другой стороны, эту воду постепенно сбрасывает, приводя в движение рабочее колесо, и, соответственно, генератор. Получается электричество. За такую формулировку мне бы, конечно, преподаватель по электротехнике бошку свернул. Какая разница? Главное, что звук там, внизу. Ну, туда и идем. Еще несколько лет назад эта гигантская плотина считалась самой высокой в мире. Еще бы, 300 метров в высоту. Но она заряжает энергией не только половину Таджикистана, но и соседний Узбекистан, Киргизию и Афганистан. А в планах еще и Пакистан. Все это торжество инженерии стоит на реке Вахш и просто впечатляет сумасшедшим масштабом. В то же время спокойным, ровным звуком. Такой контраст видимого и слышного. Такое тихое достоинство величия. Послушаем. Я напоминаю, что мы решили сделать нашу песню в стиле Iron B и еще добавить туда break. Поэтому, мне кажется, это будет самое необычное исполнение песни. Даже я не могу просто говорить, я только пою. Iron B Парни, вы можете уже знать, если наблюдали наш первый день путешествий. Я еще тогда сказал, что это топовые битбоксеры Таджикистана. И они подыграют мне во время исполнения песни Iron B. Причем подыграют без единого инструмента. Мы с ними уже и нарепетировали кое-что. Напомню имена. Перус и Матеус. Кстати, и мне еще не показывал трек из аутентичных таджикских звуков, который только что закончил. Саламу алейкум. В этот раз трек, как таджикский павлин, собрал на свои перья все самые сочные краски. Сначала взял вкусные гастрономические звуки, звучные премесры, впитал песни здешних птиц и пустился во все тяжкие. Козлодрания, борьба, барабаны, массовая подготовка к празднику. Здесь, в Таджикистане, все идет вот так вот, по нарастающей. Все выше и выше горы, все громче и громче песни, все роскошнее дворцы, все масштабнее праздники. Хочется, чтобы это стремление к чему-то большему звучало и в этом треке тоже. Вот что получилось в итоге. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, до Шамбе 7 часов вечера, а это значит, что пора ударить финальный аккорд. Вообще хочу сказать, что не было такого еще ни в одном городе, ни в одной стране, ни в одной республике, чтобы до исполнения песни уже вокруг собрались люди. Понимаете? У нас есть тюбетейка. Мы долго сомневались, стоит, не стоит бросать в нее монеты. Однако все говорят, что это нормально. Поэтому мы начинаем. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Душамбе! Итак, у нас на одну порцию-то, ну, хватает, да? Почти на две порции. На две? На две порции, да. Так, друзья, знаете, что я хочу вам сказать? Душамбе это не как понедельник переводится все-таки, а как душа. С вами был Руслан Фаршатов. Поцарапанный нос, парни... Белое лицо. Изгоревший нос. Парни из Таджикистана. И акустическое приключение «Звуки всюду». Ребята, не могу больше ждать. Давайте... Опа! Вот уже... Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова